Всем привет, и мы с вами снова играем в Сим-4. Это 22 серия, и мои ребятки пришли все домой. Ребятки, ну Рэйчел, да, ребёнок. Что у неё там за фигня была такая? Хочет развлечений. Ну, пусть она как-то развлечётся. Давайте она поиграет. И потом у меня есть интересное для неё занятие. Давайте она сходит в душ. Мы её нормально оденем. Да. Ребята, ой-ой-ой, иди скорее спать. И тебе как дела? Ой, тебе нужно в туалет. Иди в туалет. И тоже иди спать. Они сегодня прям уморились в этой школе. Мария скоро проснётся, пусть она что-нибудь как всегда приготовит. Очень вкусное, великолепное, потрясающее. Тут пусть уберёт. Нет, здесь мы уже всё переготовили, уже не знаю, что здесь выбрать. Салат капрезе, капрезе. Не знаю, что это такое. Вот, у всех вроде бы есть занятия. А с Рэйчел у меня другие планы на Рэйчел. Вообще очень интересные. Давай, иди в душ. Надеюсь, ты сейчас не зайдёшь, когда там будет в обратном... Нет, мы успели. Да, давайте мы сейчас немножко изменим её внешность. Вы же помните про того мальчика, с которым мы общались в парке? Хочу сейчас его куда-нибудь пригласить. Вот, отправиться с... Только, блин... Вот, да, он... Дмитрий Тарасов, кажется... Я не очень помню, как он выглядит. Так что, думаю, это он будет. Так, сейчас. Блин, с питанием уже плохо. Ну, вот, мы сейчас куда-нибудь отправимся. Может, мы чуть-чуть приготовить. Блин, вы... Почему она... Она не хочет изменять свою внешность? Ужасная. Так, куда мы отправимся? Давайте отправимся в Морбин парк. Потому что он очень красивый. Мне очень нравится. Там зелёный такой цвет, там много зелёного цвета. Там много всего. Класс, там столько деревьев, боже мой. Приехали мы с молодым человеком, Рэйч. Чё это ты с ним стоишь? Давайте мы с ним поболтаем сейчас. Везде всякие комплименты. Ля-ля-ля. По ним настоя. Рэйч, это отвратительно выглядишь. Просто жесть. О, боже мой. Давайте что-нибудь нормальное. Познакомиться сделаем. Обсудим интересы ещё разок. Мы узнали, что Дмитрий, правда, обладает чертами чистюля. Ещё мы знаем, что он неуклюжий. Мы достигли второго уровня навыка обаяния. У Рэйча плохо уже с досугом и с питанием. А, с досугом уже более-менее. Почему-то он пошёл вверх. Что мы такое сделали? Давайте мы сейчас что-нибудь приготовим и позовём Дмитрия. Надеюсь, это будет вкусно. Гриль, бутерброд с овощами. Думаю, ты не накосячишь. Алексей, хорошо справляется на работе. Ну, блин, ему нужен ещё друг один. У нас будет вообще всё великолепно. У нас ничего не получается. Он что, хочет кушать? Я не знаю. Давай, короче, пошли, готовь. И мы позовём его. Надеюсь, у нас всё получится. И всё будет нормально. Это наше типа свидание. Угу. Так, Рэйча, блин. Получили новую кулинарию. По-моему, будет что-то не очень. Потому что... Ты чё? Ну, я же хотела тебя позвать. Блин, она уже и спать хочет. У нас домашнее ещё, кстати, не сделано. Ой, так. Взять еду. Ничего не получается у нас. Ничего? Ладно. Мы просто поедим. А, она пошла к нему. О, боже. Обожаю СМ4. Здорово. Вы можете общаться в это время, да. Дмитрий и Рэйчел теперь хорошие друзья. Ура. Чё-то еда у Дмитрия уже завонялась. Ой, смотрите, какая прекрасная пара. Напишите в комментарии, как вам жених? Только нам нужно похудеть, Рэйчел. Боже мой. С этой школой, с этим потребностям я ничего не успеваю. Так, ты далеко не уходи. Уходи. Простить провести время вместе. Я не знаю, что... Чё? Нет. Дмитрий, прошу тебя, останься. Вот, давайте попросим провести время вместе. А чё ты... Давай. Хоть жрать. Беги к своему счастью. Мечте любви. Не знаю. Давай. Сейчас посмотрим, что он нам ответит. Ладно, я могу ещё немного побыть. Супер. Она тут на готове гамбургеров. Да, можете пообщаться, поделиться секретом, например. Может, давайте уже сделаем что-нибудь интересненькое. Например. Стой. А, вот. У нас... У нас нет романтических этих, да? Класс. Это несправедливо. Это вообще несправедливо. Блин. Давайте я вот это нажмём. Хе-хе-хе. Посмотрим, что будет. Сейчас он пойдет в обморок. У нас будут минусы. Ну. Вот это... Не, всё окей, да? Я не знаю, короче говоря. Фай, просто с ним будем болтать. Пожалаемся на родителей. Например. О, у нас есть стать лучшими друзьями. Давайте мы сделаем это. Круто он. Надеюсь, он согласится. Хотя это очень-очень странно. Ура! Мы теперь лучшие друзья. Ну, можно уже делать что-нибудь романтичное? Нет? Блин. Почему? Это... Это... Это вообще я в шоке. Как так можно? Разработчики. Вы почему не сделали ничего интересного? Очень жаль. Очень жаль. Ладно. Нам уже, в принципе, пора спать. Мы еще не сделали домашнее задание. Чё это тут такое? Господи. Я уже напугалась. Давайте мы зайдем в багаж. Найдем нашу домашнюю работу, которой здесь нет. Классно, блин. Ладно, нам нужно вернуться домой. Потому что у нас уже все достаточно... Ну... Нам нужно улучшить наши потребности. И сделать домашнюю работу. Вот. И посмотрите, как там другие персонажи, что они вообще там делают. Конечно же, они не делают никакие полезные дела. Занимаются всякой ерундой. Да. Мы приехали с Рейчел домой. И давайте сразу ее отправим спать. Мария как всегда здесь сидит. Короче, я сейчас остановлю. Давайте. И мы сейчас сделаем всем всякие дела. Алексея отправим создавать всякие штуки. Потому что любит делать такие вещи всякие. По-моему, ему нравится, да. Потому что это можно, кстати, продать. И заработать денег. Кстати, ему нужно все попродать. А то скоро он умрет. Хм-хм. И что, мы будем без денег сидеть? Короче. Мария, пусть идет в свой сад. По-любому, тут все не очень хорошо. Да, конечно же. Так. Вот. Рейчел. Рейчел отправила спать. Вот этому человеку тоже бы уже можно... А, домашнее задание. Я совсем забыла, конечно же. Пусть идет домашнее задание. Ой, а ты чего спать лег? А домашнее задание? Так, домашнее задание делаем. А, ну все равно он сейчас поспит. Замечательно. А ты потом ляжешь спать тоже. Вот все. Вроде бы... Нет, все-таки он встал. Ладно, мы потом сделаем спать. Короче. Пошли мы в огород. С Марией. И... Ой, сейчас у него навык улучшится. Ура! Это замечательно. Потом Марию можно отправить вот сюда. Она тоже занялась у нас рыбалкой. Чего не нажимается? Отправить на рыбалку. Алексей. Сейчас он улучшит. Смотрите, смотрите. Бедный. Что это такое? Делиться идеями. Нам сегодня нужен друг. Нам нужно утром куда отправиться. Так, сделали домашнее задание. Молодцы, ребята. Что вы сделали домашнее задание? Блин, еще один друг. Нам нужен один друг. Седьмого уровня мы достигли механики. Вы представляете, ребята? Это очень много. Что-то у Марией какое-то уже напряжение. А, у нее любви не хватает. Да. Боже мой, Алексей, как у тебя все плохо. Давай мы... Ой-ой-ой-ой. Мы не будем себя мучить. Ой. Иди чини. Ты же у нас механик. Давайте мы сходим в туалет. В ванну нам не надо идти. Нам что-нибудь поесть, наверное, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо повернуться. Мне так неудобно. Так. Сейчас мы просто... Телефон моем. Давайте мы просто сидим. Такую ерунду какую-то. И пойдем спать. И еще. Мы... Нам нужно выпить зелье для похудения. Фу, для похудения, для омоложения. Прошлую серию я остановила на том, как хотела с Алексеем выпить зелье для омоложения. Ну вот. Захожу я такая в игру вот сегодня. Думаю, надо записать игру. Угу. Захожу я. Мои, блин, дети выросли. Круто, да? Алексея... Алексея нет. И захожу вот сюда. А он умер. И Георгий умер. Офигеть. Ребят, вы представляете? Нормально. Вот это, кстати, мне не очень нравится в этой игре. Что есть персонажи, когда сами растут. И тут такое случилось. Офигеть. Блин. Ну, я хотела, чтобы он был этим. Чтобы он нам открыл вход в эту пещеру. Сказочное место. Угу. Конечно. Кстати, я их нарядила. Но, Алексея, я теперь вам не смогу показать. Ну, это... Это отделку-то ерунду. Ну, вот. Снимайся бегом. Раз ты так там нарядилась. Все что-то у всех так хорошо. Прямо. Что-то странно. Вот. Вот все такие красивые. Рэйчел, я даже изменяю внешность. Эти тоже я нарядила, но... Когда они были детьми. Короче. Это просто прикол. Это просто жесть какая-то. Я в шоке. Просто. Так что... Так что... Вот такие новости у нас не очень хорошие. И я хочу купить Марии теперь этот эликсир. Потому что... Я не хочу, чтобы с ней произошло то же самое. Вот зелье молодости, которое... Вот, вот здесь, да? Да, да. Я хочу купить зелье молодости. А Рэйчел, вы говорите, она жирная. Ну, это серьезно так. И поэтому давайте мы ей купим этот... Что-то там растворение. Сейчас. Растворимая полнота, да? Да? Я же правильно говорю, да? Окей. Ну, че? Я че не то купила? Я купила то, чтобы стать еще больше. Ема. Я не могу бы тебя купить, потому что я мало баллов. Она хочет приготовить еду. Почти исполнить желание. Ема. Ну, я молодец. Пусть я приготовил жареный сыр. На всю семью. И она же у нас рыбак. Ой, Мария фитнесом занимается. Пусть она отправляется на рыбалку. Что-нибудь половит. Что у нее здесь? О, поймать рыбу она хочет. Отлично. Ребята, что вы такие грустные? Что случилось? Забытый день рождения. Дмитрий забывает устроить праздник в честь дня своего рождения. Или просто никто не пришел в гости? В любом случае, это очень-очень грустно. У этого тоже самое. У него грусть. Какие у них желания купить музыкальные снижения? Сделать, чтобы быть романтичная. Кстати, они же теперь более-менее взрослые, да? Или они подростки у меня? Ё-моё, я уже запутала. Я даже не выбирала ни цель, ничего. Круто вообще. Так, он у нас... Мой подросток. Подросток вообще ничего интересного, короче. Но, блин, в любом случае, у него есть какие-то уже цели. Успешно послать кого-нибудь 10 раз. Ничего себе. Сходи на два свидания. Давай ты так... У тебя вообще, друзья, есть какие-нибудь подружки? Какая ты, Екатерина? Ну, я не знаю, она маленькая. Ха-ха-ха, тут всё красное. Так что, давай. Сейчас мы позвоним болтать. Вот Екатерина Васечкина. Ну, по-моему, она взрослая, насколько знаю. Ты... Что я сплю? Блин, да, 3 часа ночи. Ну, тьфа. Ничего страшного. Короче, ой, ребят, делайте чехол. У тебя какие-то мечты. Найти 8 крисов. Ой, он в отца пошёл. Он всё хочет искать. Что это такое? Обнять пошёл своего сынулечку. Так, Рейчел рыбачит. Я сделаю... Рейчел, Свен, теперь молодой взрослый персонаж. Грусть про её забыть день рождения. Я даже не знала, что он день рождения. А-а-а! Бешеная игра. Начало взрослой жизни. Вас ждут ответственные решения, увлекательные карьеры и большие перспективы. Кто сказал, что 20 лет, это не круто. Нам нужно выбрать ей черту характера. Да, тем доброй. Не будем долго мудрить. Окей. Всё, больше ничего нельзя. У неё всё хорошо. Пусть занимается бегом. Потом... Так, отправиться на рыбалку. Вот. И теперь можно искать жениха. А, потому что она, типа, она взрослая. Как-то всё это... А, у неё грязнота, типа, ей не нравится. Вот, ухаживай за сажен. О, здесь какие-то новые картинки сделали. Классно. Всё. Помните, как здесь Алексей чинил? Здесь он что-то делал. Эх, жаль. Больше всего жаль. Это то, что мы не открыли биндс-сказочное место. Так что, мальчики, кто из вас хочет быть строителем? Ты будешь меня строить. А, нет. Сейчас я посмотрю, хоть у кого-нибудь есть механика. Но мы будем долго это делать. Ни у кого нет механики. Так, ты кто у меня? Ты, Дмитрий. Пожалуйста, иди занимайся. Создавай. Так, тебе, потому что он с куратором хочет быть, да. А Евгений у нас такая романтичная натура. Он хочет там всякие знакомства и так далее. Но, блин, сейчас бессмысленно куда-то ехать, идти. Потому что у нас ночь. Увы. У меня ночью все самые важные дела происходят. Рэйча, как ты себя чувствуешь? Бегаешь там, да? Да, вот. Молодец. Я тебя разжарела. Она хочет приготовить. Я же сделала. Она же готовила еду. Ой, короче, я не знаю еще, что происходит. Вон ее еда. Жарный сыр. А, что-то сломалась, что ли? Да. Отлично. Иди чини. Чини, мало... Это супер. Да, но мы тебе будем очень долго... Опять вас надо переодеть, потому что вы там одеетесь, но я по-дебильному, да? Что-то я... Не вижу вас. Так. Четвертый навык в рыбной ловле у Рэйчел. Хотя, блин, она... Она, наверное, уже побегала. Так. Идите. Мария, ой, иди в туалет, да. Иди в туалет. А, она пошла общаться. А почему-то у нас грязное-то. Ну да, пообщайтесь, в принципе. Нет. Не получилось пообщаться. Мария, давай ты сделаешь изысканное блюдо. Паста с овощным соусом на всю семью. Давай ты сделаешь. Сейчас вместе покушаем. Вот этот срач. Нужно убрать, помыть. У нас как-то не очень хорошо. Так, я что-то не поняла. А, все-все, правильно. Рэйчел славил рыбу. Ура. Ну, что-то у него не исполнилось. Исполнилось желание. Отличненько. Время на резьбу по дереву. Было потрачено не зря. Все, он все сделал. У Рэйчел плохо сообщ... А, кстати, вы помните этого чувака? Надо с ним пообщаться нам. Да-да-да. Сейчас она... Сейчас немножко станет. А, она не может залезть в холодильник. Плюс четыре. Что-то мы получили. Я не знаю, за что. Не удовольствие. То, что грязно. Ну, блин. Ты тоже убери. И Рэйчел еще что-то поймала. Так. Не, в принципе, пацаны нормально одеты. Да. А, кстати, выжимать не видя, как она одета. Ну, блин, я пока не могу показать. Ладно, иди, возьми вот это, поешь. И давай мы сходим сюда. Сходим сюда. Так, ладно. И что, нам бы надо позвонить. Низ, низ, низ. Нам нужно позвонить нашему любимому. Вот это, да, получается. Да. И я хочу с ним. Блин, я не то нажала, наверное, да. Я не знаю. Короче, ладно. Она еще оставила рыбу. Ладно, все, хватит ловить рыбу. Чего все красное? То, что грязно. Ну. Он спит еще. Блин. Пора вставать. Ладно, полови еще рыбу. Ну, я тебя вообще жирный зову. Я молодец просто. Смотри. О, и смотрите, сколько здесь всяких штук. Мне тут они очень нравятся эти... Потому что там... Находятся. Лучше бы какие-нибудь деньги находили. Я не знаю. Так. Ну что? Ты мне... Ой, не удовольствую. У него с питанием еще плохо. Возьми еду и вот это вот разбери на детали. Потом ты можешь продолжать. То же самое пока он может делать. Да ой, что не нажимаешься. Эй! Что-то у меня виснет. Не, все окей. Все окей. Дмитрий жизнерадостный персонаж. Жизнерадостные персонажи чаще находятся в своей несчастье. Так, короче. Я хочу позвонить. Снова попробовать. Где там? Наверное, уже можно. Так, вот я хочу отправиться куда-нибудь. Ну, ладно. Болтать сделаем. Дмитрий, просыпайся. Так, ты. Вот это выбросить потом. У тебя нечем заняться? Ну, иди в туалет сходи. Тебе нужно девушкам. Хочешь там целоваться со всеми. Тысячу раз. Ладно. Мы все сделаем, конечно же. Так, все. Хватит ловить. А то мы сейчас никуда не спим. Она уже хочет есть. О, это кошмар какой-то. Нет, все-таки надо будет отправиться с сып. Давайте мы возьмем... Блин, я забыла, кто у нас. Вот Евгения возьмем и Дмитрия возьмем. Евгения будто там свои дела. Так, мы... Короче, наверное, болтать-то не будем. Не будем терять время. Так, у тебя что? О, у тебя вообще все супер. Мария как-то... У нее напряжение. Нет любви. Какая любовь. У тебя муж, блин, умер. А мы даже не посмотрели, как это было. Гуча Алексея. Покойся с миром. Куда мы пойдем? Пойдем мы, наверное, в парк вот этого города. Потому что он божественный. Он мне очень-очень нравится. Приехали мы, Рэйчел. Извини, что я сделала тебе такой ужасный. Стоп. Пока наши персонажи не разбежались. Давайте. Сделаем всякие тут штуки. Поднять настроение. Знаете, как прошел день. Рассказать невероятную историю. Так. А Дмитрию давайте мы найдем какую-нибудь девушку. Тут вообще кто-нибудь есть. Это... Это кто? Федоров Чинников. Нет. Нам так... Ой. Этот кто? Я не вижу лица. Но может, это нормально. Давайте поприветствуем дружески. И, наверное, он... Смотрите, он какой ловелас у меня. Так. Все. Нажимаем. Включаем. Потом я хочу, чтобы Рэйчел что-нибудь приготовил. Потому что она хочет кушать. Так. Ну, что я думаю... Блин. Че я наделала? Давайте поставим подарки. Блин. Нам еще... Так. Сколько нам надо на этот жир? 750. У нас только 200. Блин. Ну, ничего. Мы сможем. Мы похудеем. Мы, кстати, достигли третьей... Кстати, мне кажется, ей очень идет. Наряд это прическа. Она такая прям взрослая. Кстати, мои дети так и были троечниками. Я так и не сделала. Ничего хорошего. Все у них заканчивается. Давайте шутку для своих подделаем. Такие всякие вещи сделаем. Так. У тебя как дела? Красавец. Вау. Так. Познакомиться. Она вообще мелкая или нет? Я не знаю. Жаловаться на родителей. Давайте сделаем. Она активная. Мы узнали. Вот. Обсудить интересы. Короче, занимайтесь. У вас не так все интересно. Подростка вообще как-то не очень интересна. Ну, че, блин. Когда-то может быть флиртовать. О, хвалить наряд. Блин, секретом. Он такой худенький, посмотрю, с моей женщиной. Душеный разговор. Как кто-то мне написал в комментарии. Речелище. Угу. Это про нее. Обсудить мир во всем мире. И давайте, наверное, восхищение выразим. И, в принципе, я думаю, можно уже сделать что-то романтичное. Хотя бы вот такое самое простенькое. Потому что, ну, че ждать? Я не люблю ждать. Я люблю вот так, хопа, и все. Во-первых, давайте узнаем, конечно, есть ли пара еще у него. Потому что, ну, знаете, все бывает, все бывает. Тут как у нас дела, да? Тут как-то... Ну, в принципе, приятный разговор у них. Поднять настроение. Посещаться природой. Да, он, по-моему, любит природу у меня. Расскажи его на сторе. Что-то у них как-то все пропадает быстро, я не знаю. Так, ну что, сейчас у нас будет что-то романтичное. Романтичное. Боже, смотрите. Красотка идет. Ужас. Так, ну че, давайте. О, вроде не... Окей. Все вроде нормально пока. Давай еще что-нибудь. Ну, ну, ну. Да, у нас получилось слетовать. Так у нас нифига ничего такого интересного нет. Рэйч узнает, что у него нет партнера. Это замечательно. Давайте флиртовать. Оп, это Белла Гот, да? Стой, Белла. Ладно, мне как у нас дела. Что тут интересного такого? Признаться в симпатии? О, у них чуть-чуть появилось. Ну, блин. Не знаю, признаться в симпатии получится нет. Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем и все. Ксичона хочет поймать три рыбы, приготовить еду и позвонить кому-нибудь по телефону. Да! Е! У нас скоро... Боже, ну, когда женщина-то ходит, я еще понимаю. Но когда-то ходит мужчина... Я не понимаю. Ладно. Давайте еще что-нибудь сделаем. Может держаться за руки. Так. Е. Получилось. Давайте мы что-нибудь приготовим сейчас вот здесь. Потому что у нас... Она нифига ничего не умеет готовить. Бутерброд с тофой мы сделаем. И пригласим его, покушаем с ним. Так, у тебя... Батюшки! Это что за фигня такая? Я вообще-то с ней хотела пообщаться, а не с вами. Давай. Блин, что за... Какие-то странные здесь вещи вообще. Она еще неуклюжая у нас, Лариса. Если что, мы все равно будем нашей женой, Лариса. Так, шутка для своих всякой фигни. Давай. Занимайся. Он хочет сделать что-нибудь романтичное. Не знаю, что можно сделать. Ну, сейчас посмотрим. Ирокест... Бежит! Правильно, давай. Худей. Худей, жирная женщина. Хотя я и так за такое сделала. Мне кажется, она была не такая жирная. Ну. Что ж теперь? Чем ты там занимаешься? Забота о себе. Дома. Класс. Евгения навыкомедианта. Ага. Получил. Что-то какой-то дымок прям. Рэйчел. У нее сколько повысится навык кулинарии. Замечательно. Да, второй уровень даже. Все, мы можем позвать его? Фиг тебе, блин. Взять еду давай. Где наш... Тарасов? Вот он стоит. Как-то его позвать-то можно? Я не знаю. Позвать почему нельзя? Блин! Ну, пофиг. Сейчас поедим. Е, какой мужик. Поедим. И, наверное, отправимся домой мы. Потому что нам еще надо... Во-первых, нам нужно порыбачить в разных местах. Давайте мы сейчас вот здесь попробуем. Мы здесь, я не знаю, рыбачить? Нет, нам... Мы в двух разных порыбачить. Нам еще нужно в двух. Чтобы у нас исполнилось здесь повышение. Будет, короче, всякая фигня. Так. И на этом, думаю, уже пора заканчивать эту серию. Это такая сумасшедшая серия. Мне, конечно, жалко, что Алексей вот так вот умер. Как-то, я не знаю. Непонятно. Вот. И поэтому что-то мне не очень-то понравилось. Ну, ладно. Алексей был очень классным персонажем. Все такое. Вот. Так что... Всем пока! Увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.